здравствуй страна такие вот у тетушек мопедики появляться в станице начали вот тоже великолепная модель для станицы сразу и 2 пассажира можно вести или багаж то есть цивилизация все-таки потихонечку возвращается в свое русло и транспорт меняется с течением времени а я друзья мои сдавал кровь еще одну вот анализы с утра занял очередь специально пошел к 7 потому что здесь есть такое что приходит тетушка занимает очередь и перед собой пропускает несколько своих родственников это длится очень долго поэтому лучше занимать очередь прям самым первым поэтому пришлось посидеть часик здесь чтобы подождать чтобы зато быстро отстреляться сегодня я еду в город куплю масло для мотоблока которые свистнули теперь я это понимаю прекрасно вот а смысл такой что вот эта серия мотоблоков вообще хусварна посылает их картонной коробки а картонная коробка обшивается вокруг всего железного каркаса я видел очень много роликов распаковки и там прям прекрасно показано как выглядит доставка такого мотоблока просто в картонной коробке здесь было перекручено вот этой пленкой мне показалось что это может быть они защитили еще и коробку нет они просто скрыли следы вскрытия коробки коробка должна быть упакована и она никак не скрывается там только и надо вытаскивать вот эти скрепки то есть она полностью заши зашито это говорит о сохранности груза но где-то на базе либо в магазине либо в доставке вскрывается ломается упаковка достается оттуда что что надо масло в частности 3 пузырька свистнули и за за то чтобы за эти трещины как говорится проломы спрятать они укатали все это пленка и приклеили накладной но вот понимаете мы говорим о том что почему там за рубежом как-то там по-другому люди живут до чет складно у нас в россии так а вот потому что все начинается вот именно с этого малого и потом это заканчивается большим человек заказывает полноценные деньги платят за все это оборудование и получает в итоге коробку вскрытую суворованными прям с поставщика вот этими деталями от мотоблока в частности масло то есть это ущерб на полторы тысячи рублей но мало того что масло это приходится сейчас выписывать и все это застряло потому что надо уже пахать как говорится вот такая вот история с воровством озон озон как доставщик здесь играет озон поэтому трудно сказать где на каком этапе была проломана коробка и вытащена масло я не знаю не могу сказать но а начинает поставщика конечно то есть речь идет друзья о том что если вдруг вы когда-то будете покупать вот подобную упаковку хусварный какие-то мотоблоки там косилки то знайте что упаковка должна быть картонная и не надорвана если вы получаете ее с какого-либо доставщика то тогда смотрите если пленкой закружена вот так вот со штрих-кодом да видите это вот уже доставка видите с накладной если вот так вот это сделано то значит вас должно быть вызывать опасение что коробка уже вскрыто эти нагло причем вскрыто всегда должна быть только чистая коробка в обзорах была только коробка никогда не было чтоб она была обмотана пленкой пленкой обмотали ведь они же могут ссылаться только на то что вот доставка где-то здесь вот очень хорошо сделано весь мотоблок находится в рамке эти в такой рамки здесь все подвязано здесь никакая кто вскрывал тот знал куда удара наносить коробку чтобы достать сразу масло потом видать масло на низ упала он не мог достать и порвал вниз коробки чтобы достать этот пузырек масло воровство воровство если с вами такое приключилось сразу вот пришла машина там озон до пришла вы сразу отправляете это обратно все я такую коробку не беру вот пускай будет целая упаковка я себе тоже как говорится выше на зубок возьму что если коробка рваная значит можно сразу груз не распаковывать отдавать обратно так ну что ж я купил такое масло сайт 30 именно для мотоблоков здесь все сказано штиль германия в общем то вы знаете это одно из неплохих масел правда 20 год выпуска но это нормально да это нормально еще вот ну и купил еще доски конечно было бы свежее масло ну ладно будущем году поменяем так масло штиль я залил все только сейчас дождемся когда в озоне сегодня должно прийти масло в этот редуктор и зальем в редуктор вот так здесь устроен фильтр я сейчас налил сюда масло масляный фильтр вот сверху надевается вот эта штука но многие говорят надо промасливать это все я против этого здесь грубой очистки дальше тонкий это надо промасливать вообще по-хорошему но учитывая что масляная ванна он и так промаслится это будет в любом случае эффективно потом так вот закрываем так что ты не попадаешь на любого закручиваем все затем накрываем этот колпачок вот здесь у нас должно быть фасочка она тут вот вот так так еще и закручиваю нашел фасочку вот это вот а там так то и барашек закрываем все масляный фильтр тоже мы заправили маслом все отлично теперь осталось только заправить бензином и в эту все забываю в блок этот в редуктор до заправить трансмиссионное масло там многие туда заливает моторное масло мол типа там написано по инструкции но я вам скажу что это конечно вы можете заливать все что угодно но в редукторе должно быть трансмиссионное масло но желательно в таком редукторе нет от 17 потому что от 17 это несколько низкого качества масла хорошо что в этот же день пришло масло вот это фирменное масло 89 85 но есть еще 90 gear они подходят для вот этих блоков так что здесь написано для использования в редукторах культиваторов мотоблоков вот эта фирма друзья мои а то что предлагается у нас здесь на рынке в еврейские это все для советских мотоблоков так что такая вот штука и вообще когда начинает моторное масло в редуктор заливать это конечно кощунство друзья мои поверьте моему опыту я ремонтировал японские мотики на протяжении 15 лет там тоже были не только вариаторные но и редукторные редукторы были там такие центробежной муфтой там только идет трансмиссионное масло также устроен мотоблок поэтому когда вот чудики есть заливает моторное масло в мотоблок в редуктор но не знаю в общем по свойствам масла но это все-таки не естественно друзья мои так ну что ж друзья первого запуска еще не было я заправил редуктор трансмиссионным прекрасным маслом я заправил бензином там литр был и стал пока заправлять полный бак вот я еще не установился эти крылышки всякие разные тут это я буду устанавливать я хочу запустить короче так но бензин получается он уже был открытый вот заслонка это суда я думаю пару раз можно качнуть затем мы включаем зажигание а кстати она включена вот ну попробуем не ну как мне нравится фирмовая вещь заметьте с первого раза новая техника офигеть а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok О, я сейчас сидел по правильной схеме Собирал вот эти все фрезы Тут слишком сложная схема Сразу не врубиться, если честно говоря Потому что здесь есть специальные еще фрезы Которые вот видите, полукороткая такая фреза И в общем, короче, пришлось немножко поотучать теорию ну все сейчас все затянуто так это не должно быть принципе все готово надо сказать что я тут сделал некоторую неправильность то есть я сразу начал со второй скорости а тем более там наклон около забора ну выбрал самую надо было распахать сначала самую трудную дорожку поэтому надо было просто включить на первую скорость добавить немного газу и пойти более спокойно но это ладно я потом уже потихонечку привык к нему и 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто там пойдет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас, в общем, первого чая. В общем, работа мне на нем очень нравится. МБ-2 был намного массивнее и тяжелее. У этого разворот такой четкий. Там у МБ-2 было так, что могут рассинхронизироваться вот эти штуки, а эти попарные, но это не влияет. Он не такой тяжелый, поэтому с ним проще. Но лопатой так быстро бы мы не скопали. Это на первой перерезайке. И петрушку мою, конечно. Чего, ну, все? Не все, он рядой. Ну, закопай. Закопай. Потому что ты ж, надо... Я же кричу уже. Кричать не надо, стоять и показывать. Нет, я здесь стояла, я тебе говорю, вот это не трогай. А я думаю, наоборот, ты говоришь, копай, копай. Нет. Видишь, тут по-другому надо язык общения. Так, ну что, друзья? Ну, тут у нас, видите, огород много насаждений. Был бы простой плацдарм, квадрат, да? Я бы уже шел бы нормально. А здесь приходится лавировать между деревьями, не задевать их. Поэтому моя задача сейчас сделать кружок. По салату пройтись, петрушку не задеть, выйти сюда. Завершить круг и начинать его обрабатывать конкретно. Потом, когда она клубнику уберет, там далеки, я буду уже клубнику. О, петрушку это я вырвал, да? Ну, посади снова. Хотя, корень петрушки, говорят, что-то когда-то делается. Там что-то... Ммм, вкусно. Ну, посади. Вот шпурь, сожди. Ммм, какая вкусная. Класс. Ммм, запах весны. Блин, хусварночка, ты прелесть. Ты просто прелесть. Посмотрите, пробка бедзобака. Закрываешь когда? Трещотка. Как в веномарках хорошо сделали. Не. Вот говорят, что там, вот мотоблок китайский, дешевле в два раза. Ребята, у каждого свой выбор. Я уже устал покупать дешевки. Честно говоря, на дешевках очень много мусора получается. Выкидывается техника. Ломается. Долго заводишь. Мозги себе компосируешь. Вещь есть вещь. Хотелось бы еще вот что добавить по наблюдениям. Я сразу включил на вторую передачу, но этого делать не надо. Значит, на второй передаче здесь делать нечего. Только первая передача, газку в полгаза и пошел. Даже не полный газ. И он спокойно все рубит. Многие говорят, вот, надо бы еще передать. Какая передача? Вот вторая передача здесь, скорее всего, для тележки. Тележку подцепил и поехал. Он же может и тележку катать. Вот для тележки, на. Фрезы долго собирал по схеме. Но мне нравится. Да, он культиватор. Фрезы у МБ-2 были подлиннее. Но я вам скажу так. Здесь он не нужен. Здесь вот сошник. Ты им тормозишь. Когда надо, дергаешь мотоблок, чтобы он выпал из ямы. Если он сам начинает закапываться. Им легче управлять. Реально, вот как будто ты с БМ-2, МБ-2, с Невы как будто пересел на Мерседес. Вот, честное слово. Классный культиватор. Классный. Он как раз вот для сил, он не для женских, конечно, рук. Но для сильной женщины он пойдет. А для мужских рук он вообще очень хорошо. И для престарелых рук тоже пойдет. А вот МБ-2, он жестче. И он управление тяжелее у него. Этот лучше. Сейчас я все перепошу здесь. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, поехали там, где вот сейчас вот Лена клубнику убрала. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ну попробовал все отлично чем чаще мы будем мотоблоком это все проходить тем земля будет еще мягче и ровнее что это все надо разравнивать сейчас она конечно мягкая строить сколько здесь лопаты надо копать труд одному человеку двум конечно кто-то скажет а я лопата еще за два часа все перекопал я знаю друзья вы все можете вам мотоблок не нужен вот такие пироги это сотки ну сотки четыре наверное где-то так с этой полосой все друзья на сегодня попея закончилась тичь вон там сидит да чиченька мотоблок страшное дело страшное страшно вся белая шуба в пыли еще знаете вот я подумал о чем вот мы дорожки сделали да и потом вот запыляться они допустим а это очень просто берешь у нас есть это ветродуйка и спокойненько ветер сдуваешь с них этот не ветер господи землю любую сухую зато можно сырую погоду пройтись не будет грязная обувь а то когда дождь пройдет не пройдешь ладно друзья все на этом все точно пока до следующего ролика а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok